Профилактика – надежное средство в борьбе с нарушителями дорожного порядка. Сегодня сотрудники технического надзора провели рейд по улицам города. Их интересовали тракторы, экскаваторы и другая дорожная и строительная техника, работающая на объектах. Помимо документов, инспекторы проверяли и техническое состояние машин. Об итогах этой проверки расскажет Светлана Кейль. В районе Котельная Орбита полным входом идут дорожные работы. Это экскаватор Хитачи, КП, траншеи для укладки инженерных сетей. Их протянут до детского сада «Ромашка». Впрочем, руководителя Лобытанской инспекции технадзора Константина Шкуринского технология строительства мало интересует. Под него надзор попадает лишь техника, задействованная в этом процессе. Технический осмотр есть. Здесь реализация есть. Можно их соответствовать. Владимир Сорокин – экскаваторщик с 35-летним стажем. Последние три года работает на этой дорожной иномарке. Машина, рассказывает Владимир Николаевич, новая, но даже она требует к себе постоянного внимания и своевременного техобслуживания. Дважды в месяц японец проходит диагностику. Проверку узлов и агрегатов ежедневно. Это наш хлеб, как говорится. Если за машиной следить не будешь, естественно, ничего не заработаешь и ничего не выполнишь. Никакой производственной работы. Но прежде чем выйти на линию, проверяют технику? На линию. Это ежесменное техническое обслуживание проводится обязательно. Проверка, соответственно, всех агрегатов, узлов, масла и охлаждающей жидкости – это обязательно. Это уже, как говорится, в крови уже. Экскаваторы, грейдеры, тракторы-погрузчики, бульдозеры – это далеко не полный перечень техники, которые находятся в ведении службы технодзора. На сегодняшний день в инспекции зарегистрированы 1274 единицы спецтранспорта. Если организация уделяет внимание техническому состоянию, там работают инженерно-технический состав, механики выполняют свои обязанности как следует, значит, идет нормальное снабжение запчастями. Организации подбираются водители и трактористы соответствующей квалификации. И тогда, как правило, организации минимум замечаний. В городском хозяйстве эта снегоуборочная машина появилась два года назад, рассказывает механизатор Александр Кондратьев. Ее производительность – 100 кубометров снега в час. Перед каждым выходом на очистку дорог и улиц техника проходит обязательную проверку. «Смотришь, световое в основном. Где-то может какая-то неисправность быть, воздух или еще что-то. Ну, слушаешь, смотришь. Нормально». «Устраняете сразу на месте, либо вы как-то на ремонт встаете?» «Бывает, когда сложное что-то, тогда уже останавливаемся на ремонт. А так в процессе эксплуатации». Нареканий по содержанию и обслуживанию техники у контролера не возникло. Зато появились вопросы к одному из сотрудников городского хозяйства. При проверке документов выяснилось, что механизатор Александр Сидорко обязан управлять техникой в очках для зрения. Но почему-то рекомендации врачей мужчина проигнорировал. «Я все прекрасно вижу, все знаки хорошо вижу. Просто когда мелкие буквы, так немножко расплывчатые. Я не знаю, что мне написали в очках, без понятия. Потому что я их по управлению хорошо вижу». На дороге излишняя самоуверенность может обернуться трагедией, отметил главный городской инспектор технодзора. За нарушение правил эксплуатации на механизатора будет составлен административный протокол и вынесено первое предупреждение. В следующий раз последуют уже штрафные санкции. Светлана Келли, Дор Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова